Здравствуйте, друзья! Бывший комик и телеведущий, а ныне не совсем удачливый политик Сергей Сивоха на днях дал интервью изданию «Телеграф», в котором, как обычно, стал продвигать тезисы российской пропаганды. В частности, Сивоха в очередной раз предложил проводить на неподконтрольной территории Донбасса выборы в Верховную Раду. Ну, мол, даже если представители незаконных вооруженных формирований не дадут там открыть наши избирательные участки, то можно сделать так, чтобы люди смогли голосовать дистанционно, то есть через интернет. В ответ на это прозвучал вполне логичный вопрос. А будут ли честными и объективными результаты таких выборов? И не получится ли так, что боевики просто-напросто заставят людей голосовать за тех кандидатов, которые нужны их кураторам и просто-напросто таким образом проведут в наш парламент свою агентуру? Ну, в ответ на этот вопрос Сивоха просто-напросто включил дурака и сделал вид, что он вообще не понимает, как можно заставить человека за кого-то проголосовать. «Я вообще не понимаю смысла выражения голосования под дулами автомата. Любое голосование сугубо тайное дело», — заявил Сивоха. «Знаете, я видел много всяких попыток впарить людям лажу, но настолько откровенное вранье, честно признаюсь, встречается нечасто. Никогда не думал, что Сивоха докатится до такого, но раз уж он это сказал, важно пояснить, почему это чушь и почему этим словам нельзя верить. Поясняю Сергею Сивоха, что такое голосование под дулами автоматов. Это когда к тебе приходят представители так называемого МГБ и говорят, чтобы ты отдал им свои пароли от электронного голосования, а потом просто используют эти пароли, чтобы проголосовать вместо тебя. Именно так в Ордло недавно происходило голосование в Госдуму РФ. Там специальные люди получили пароли и доступы к почтам людей, к электронным кабинетам людей, получивших российские паспорта, и голосовали вместо них. А люди покорно отдавали свои пароли, потому что понимали, у них нет выхода, у них нет никаких прав, если они откажутся, с ними могут сделать все, что угодно, и никто их, конечно, не защитит. Видеозапись, доказывающая фальсификации, есть у меня в Телеграм-канале. Она слишком долгая, поэтому я не буду выкладывать ее сюда, а если хотите ее посмотреть, просто перейдите по ссылке в описании на мой пост в Телеграме и посмотрите ее там. Ну а заодно можете и подписаться на мой канал. Но самое смешное в интервью Сивоха – это выражение «голосование сугубо тайное дело». К сожалению, об этом ничего не знали в партии регионов, на которую Сивоха работал. Напомнить, как регионалы заставляли людей показывать бюллетени с отметками за нужных кандидатов? Или напомнить, как мэру Янакиева от партии регионов нарисовали более чем 90% поддержки? Знаете, важно понимать, что на территории, где у людей нет никаких прав, где царит произвол и цензура, честные выборы невозможны в принципе, потому что так называемые власти имеют огромное количество инструментов, с помощью которых могут заставить население проголосовать за нужных им кандидатов. От банального подкупа до банального запугивания. Это не говоря уже о том, что на той территории, в принципе, кандидаты находятся в неравных условиях. То есть кандидаты из подконтрольной территории не смогут за себя точно так же агитировать, как те, кто находится там. И поэтому, в принципе, честные выборы, объективные выборы там невозможны. Но Сергей Сивоха предлагает на все это закрыть глаза, чтобы очевидно помочь россиянам провести в наш парламент и еще пару десятков своих агентов. А то нынешних не хватает. К чему это может привести, я думаю, объяснять не нужно. Если вы не Сергей Сивоха, я думаю, вы и сами все прекрасно понимаете. Но поскольку еще остаются у нас люди, которые верят вот таким проходимцам, я думаю, очень важно до них доносить вот эти простые аргументы о том, почему нельзя проводить никакие выборы на той территории. Поэтому давайте, пожалуйста, донесем до них эту информацию. Поделитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Ну, а если вы считаете, что мои видеоблоги нужны и полезны, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику. Так вот. Продолжение следует...